В эфире программа «Тема дня» и сегодня у нас в гостях руководитель медицинского дома «Одракс», кандидат медицинских наук Сергей Калинчук. Сергей Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Недавно Вы вернулись из Киева, где присутствовали на парламентских слушаниях о реформе здравоохранения. Все верно? Да. Что из себя представляет эта реформа здравоохранения, во всяком случае, так, как Вы увидели это на слушаниях? Ну, Вы знаете, во-первых, я уже не первый раз на парламентских слушаниях, связанных с реформированием системы здравоохранения Украины. С 2002 года для меня это, по-моему, уже пятые или шестые парламентские слушания. И это говорит о том, что на самом деле у нас реформа идет, и она идет уже достаточно давно. И, наверное, это правильно, потому что жизнь меняется, общество меняется, и соответствующие те системы, которые работают в этом обществе, они тоже должны меняться. Весь вопрос в том, насколько быстро меняется система, и насколько быстро она реагирует на те вызовы, которые нам дает ежедневная жизнь, ежедневная практика, ежедневно изменяющаяся здоровье нашей нации в целом, здоровье нашего общества. Насколько оно соответствует требованиям, которые сегодня выдвигает общество к системе здравоохранения. И в связи с этим же, насколько радикально эта система меняется. На тех слушаниях, которые были совсем недавно в парламенте, то, что я для себя почерпнул, было очень много информации о тех событиях, которые происходят в пилотных регионах, и о тех изменениях, которые происходят в пилотных регионах с точки зрения организации медицинской помощи на первичном уровне, то есть на амбулаторном этапе для наших телезрителей это поликлиники, а сегодня они переформатируются. Сегодня вы знаете о том, что у нас создаются центры первичной медико-санитарной помощи, то есть это административные центры, где в основном работают семейные врачи и обслуживают непосредственно ту территорию, которая закреплена за данным центром. И второй момент в реорганизации поликлинической нашей службы – это создание консультативно-диагностических центров. Были разные мнения, были мнения с Днепропетровска, с Винницы, высказывались мнения и не с пилотных регионов. Простите, пожалуйста, пилотные регионы – это какие? Это Днепропетровск, Донецк, ну это имеется в виду области Донецкая область, Днепропетровская область, Винницкая область и город Киев. Пилоты там идут уже с 2011 года, достаточно много сделано, не все области пошли одинаково, потому что вот Винница, например, и в частности город Винница, если область, в общем-то, выполнила практически в полном объеме тот закон, который прописан для пилотов был, то город Винница пошла немножко по своему пути. И я считаю, что этот опыт тоже надо изучать, и в нем есть очень много положительного. И в целом, вы знаете, вот для меня, как для организатора здравоохранения, реформа на общегосударственном уровне, я ее понимаю только с точки зрения идеологических каких-то общенациональных вопросов. Все, что касается непосредственно развития региональных систем здравоохранения, это надо отрабатывать на местах для каждой области отдельно. Почему? Потому что мы очень разные. Невозможно сравнить, например, по социологии своей, по народу расселения, допустим, Ивано-Франковскую область и Донецкую область. То есть индивидуальный подход? Безусловно. Каждая область должна иметь свой региональный план, и в связи с этим планом должна меняться система. Но при этом идеологически, то есть какой формат будущей системы здравоохранения мы строим, безусловно, вот этот вопрос должен формироваться непосредственно уже в Центрике. А у вас была возможность озвучить это мнение? Знаете, я общался практически со всеми депутатами Комитета по здравоохранению Верховного Совета. Мне удалось выслушать их мнение, услышать, как они себя ведут реформирование, где-то что-то, ну, в каком-то моменте поспорить. Есть идеологически общие точки соприкосновения. Есть, ну, вот, скажем, такой вопрос, как создание Центра первичной медико-санитарной помощи. Для нас даже вот многие организаторы здравоохранения это видят для себя как смену названия поликлиники. Вот была у нас, условно говоря, 20-я поликлиника, назвали Центр первичной медико-санитарной помощи Киевского района, как бы, ну, и таким образом реформирование закончилось. То есть только внешний фактор? Да, на самом деле ведь идеология Центров достаточно, в общем-то, ну, позитивно прописана для общества. В каком плане? Предполагается создание семейных амбулаторий, либо амбулаторий семейного типа и приближение таким образом данной помощи к населению. То есть здесь там 10-15 тысяч населения, в этом микрорайоне создается амбулатория. И таких амбулаторий создается 10-15-20 в зависимости от того, какой это район. А сам по себе Центр первичной медико-санитарной помощи, это больше административная такой, как бы, административная структура, которая занимается больше управленческими вопросами, вопросами финансирования. То есть планировано все правильно? Планирование правильно. Вот, к сожалению, на местах далеко идет, как бы, оно не всегда так, как оно было прописано. И в этом есть тоже, как бы, свои причины. Почему? Потому что на начальном этапе, я считаю, что реформа приняла такой, несколько галлопирующий характер, как бы, в том плане, что не была проведена работа, обучающая с теми, кто должен непосредственно на местах выполнять, как бы, эту реформу. С одной стороны, и с другой стороны, к сожалению, к сожалению, вот для меня лично, я много слышал на парламентских слушаниях о том, что происходит в регионах, какие процессы идут. Но я практически не слышал, что планируется сделать в ближайшие два года, три года, пять лет. Сергей Васильевич, но депутаты, как мы понимаем, далеко не все медики, хотя все хотят быть здоровыми. Но вот как они прислушиваются к мнению профессионалов? Либо комиссия по здравоохранению состоит из медиков только или нет? Присните, пожалуйста. В основном комитет по здравоохранению, это в основном люди, которые так иначе связаны с медициной, либо раньше были связаны с медициной, либо на сегодняшний день связаны с медициной, это первое. Во-вторых, очень много депутатов реально в процессе своей работы контактируют непосредственно и с медиками. Тут надо слышать и вторую сторону, и население, как оно себе видит те изменения, которые происходят. Почему? Потому что, ну вот даже вот по Днепропетровску мы знаем о том, что там было достаточно много событий негативных, связанных с тем, что шло объединение взрослых поликлиник с детскими поликлиниками. Когда вот в одном узком коридоре появляется очередь, одни идут к педиатру, вторые идут к взрослому. А зачем это делается? Вот здесь, я еще раз говорю, здесь, к сожалению, не все до конца на местах понимают смысл создания вот этих центров первичной медико-санитарной помощи. Берут под козырек, что ли, просто? Ну вот есть приказ, его надо выполнить. Поэтому я и говорю о том, что нельзя прописать идеальную модель для каждого региона в Киеве. Каждый регион должен иметь свою модель. Конечно, а скажите, в центре, по вашему мнению, вообще есть полное понимание? Потому что если буксуют на местах реформа, где-то в частностях, значит что-то не в порядке в целом. Ну, безусловно, полной такой вот, как бы, картинки, наверное, ну, если бы я сказал, что да, в центре все прекрасно понимают и все видят, но это было бы, наверное, неправильно. И это так оно есть на самом деле. То есть там не до конца, как бы, ситуация понятна, что происходит там в Николаевской области, в Одесской области. Нет, понимание сути и цели и способов реформирования есть в центре? Я думаю, что у основной части, вот, по крайней мере, депутатской группы, депутатского комитета нашего, есть понимание того, что мы должны в конечном итоге прийти к новой, абсолютно для нас новой, но при этом хорошо опробированной, хорошо уже зарекомендовавшей себя системе страховой медицины. Причем к той модели страховой медицины, которая предполагает, ну, определенные с точки зрения государства гарантии для каждого гражданина, а с другой стороны, опять же, для каждого гражданина прописывает определенные обязанности в участии в этой системе здравоохранения. Может быть, Сергей Васильевич, стоит сначала выбрать модель страховой медицины и уже отталкиваясь от нее реформировать в целом? И вот первый мой вопрос, который был задан практически всем депутатам, с которыми я встречался, заключался в том, когда будет принят закон и когда он будет вообще вынесен. Закон о страховой медицине. О страховой медицине. Давайте как бы уже наконец-то поставим этому точку. Либо мы строим такую модель, или мы строим такую модель, чтобы не было у нас каких-то половинчатых решений, потому что если мы не видим конечной точки, то мы точно не понимаем, какую нам надо строить к ней дорогу. Не понимаем, под что реформируемся. Как мне сказали, закон о страховой медицине, скорее всего, будет вынесен в парламентский зал в конце 2013 года. Я так надеюсь, что где-то в середине 2014 года он пройдет первый этап, первое слушание. Дальше, скорее всего, будут внесены определенные изменения. И тоже это правильно, потому что это закон, который касается каждого. И там надо максимально постараться предусмотреть все, прежде всего, риски. А уже где-то в начале 2015 года принимать в окончательном виде, с тем, чтобы с 2017 года модель начала работать. Это достаточно быстрые темпы. Я вам приведу такой пример наших соседей Молдавии, когда закон был принят в 2004 году, а реализация его началась в 2007 году. Первые результаты они начали получать уже с точки зрения улучшения качества оказания медицинской помощи в 2010-2011 годах. То есть, если мы пойдем по данному пути, при этом постараемся подготовить хоть в каком-то виде систему здравоохранения. Почему? Потому что принятие закона о страховой медицине предполагает полностью изменение формата работы системы. Начиная от административных решений, финансовых решений, юридических моментов. Ну, меняется практически все. Сергей Васильевич, а какая модель из всех возможных, по вашему мнению, для Украины наиболее близка и эффективна? Ну, мне кажется, что это североевропейская модель, которая работает на сегодняшний день практически во всех наших северных странах Европы. Это и Норвегия, и Швецкая модель, да? Да, где, в общем-то, государство берет на себя обязанность. Почему система называется загальнообовязковое медичное страхование? И закон называется общеобязательное медицинское страхование? Потому что это уже становится, с одной стороны, обязанностью гражданина вносить определенные взносы. Ну, при этом прописывается, я сразу хочу сказать, при этом прописывается целый ряд контингентов, которые государство на себя берет функции страхования. И, вот опять же, в той же Молдавии это 14 групп таких, это дети, это инвалиды, это пенсионеры и так далее. Все работающие обязаны взносить определенный процент своей заработной платы в фонд, общеобязательный. А какой, например, процент Молдавии, если знаете? 3%. В общем-то, ну, там у них тоже, понимаете, ежегодно при принятии бюджета Кабмин выносит на рассмотрение Верховного Совета тот или иной процент в зависимости от состояния экономики, экономических факторов и так далее. Но планируется, и у нас, в общем-то, по закону планируется, что данный процент будет составлять от 3% заработной платы. Но я сразу хочу сказать, что этот вопрос рассматривается в рамках реформирования всей системы налогообложения и ее, ну, как бы так, условно говоря, облегчения для и работодателя, и для рабочего. Поэтому, с одной стороны, это становится обязанностью гражданина, а с другой стороны, государство четко прописывает свои гарантии по оказанию медицинской помощи. Не так, как это сегодня у нас происходит. Много чего прописано, мы с вами знаем, но далеко не все это реализуется. Нет ли вот этой опасности и в выборе модели страховой медицины, вернее, в ее реализации, о том, что все будет очень правильно на бумаге, но на деле модель не будет работать, люди все равно будут продолжать платить сами и при этом отчислять свои проценты. Не стоит ли на берегу сейчас акцентировать на этом и предусмотреть? Мы же знаем наши болячки. Ну, вы знаете, к сожалению, на сегодняшний день нет ни одной идеальной системы здравоохранения и нет ни одной системы, которая бы могла прожить 10 лет без реформирования. Это и опыт Германии, и опыт Франции показывает о том, что система каждые 2-3 года начинает меняться, подстраиваться, перестраивать, потому что меняется окружающая среда. Я считаю, что система будет работать тогда, когда общество будет максимально проинформировано о том, что она собой представляет. Знаете, вот как вопрос, допустим, с генпланом города. Да, вот сколько лет мы шли к тому, чтобы вынести на сессию горсовета, и неоднократно выносилось, потом снимался этот вопрос, пока в большей или меньшей степени население нашего города, жители нашего города не ознакомились с теми проектами, которые предлагаются. И то там есть на сегодняшний день, насколько я знаю, некоторые болезненные точки. И вот на 18 июня выносятся на сессию генплана. Я думаю, что там будет достаточно интересное обсуждение при его принятии. Поэтому, если мы говорим о такой важной и касающейся каждого, и не только каждого сегодня живущего в Украине, но и вопрос, который касается наших детей и наших внуков, безусловно, этот вопрос должен пройти обсуждение максимально открытое, максимально широкое в обществе. И даже если у нас 40% общества скажет, что мы не согласны с этой моделью, но 60% поддержит, ну тогда его надо принимать, потому что, к сожалению, это законы демократии, когда так или иначе большинство в той или иной форме управляет меньшинством. Поэтому закон надо выносить на обсуждение, и только тогда он будет иметь смысл. Иначе все остальное, если он будет приниматься без соответствующей информационной подготовки, он потеряется, он расплывется, и тогда будут опять возникать ситуации, когда вроде бы и гарантии есть, вроде бы и 49-я статья есть, но при этом мы все с вами знаем о том, что она работает очень условно. Все упирается, как всегда, в гражданское общество, в гражданские права. Абсолютно. Без гражданского общества такие мощные системы, как здравоохранение, образование, социальные защиты, они не могут работать. Либо надо жесткая диктатура, которая будет просто устанавливать жесткие рамки, но я думаю, что в 21 веке рассматривать данные модели было бы... Нет, не будем рассматривать. ...как, по крайней мере, преступление. Спасибо вам за беседу, за ответы на наши вопросы. Спасибо. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был руководитель медицинского дома «Одрекс», кандидат медицинских наук Сергей Калинчук. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА